Доброго времени! Вот такой электрокарандаш можно собрать буквально за 3-4 минуты, если есть все детали. Работает он у меня на 12 вольт. Я использую старый трансформатор. Кому интересно, могу рассказать и показать. Я использую этот карандаш только для того, чтобы делать метки на варганах. То есть ставить ноту, чтобы не пробовать постоянно на тюнер или другими методами на слух. Вот допустим, чтобы сделать вот такой электрокарандаш, всего-навсего, нам понадобится. Я взял вот такую антенну телескопическую. Вот, две секции. Длина в принципе роли не играет, но если вам интересно, я могу сказать. Приблизительно я взял сантиметров 9. Да, 9 сантиметров взял. Итак, взяли 9 сантиметров этой трубки. Вот видите так. Я взял часть, получается, меньшую. Вот тут диаметр внутри. Я взял 3 миллиметра. Почему 3? Дальше я вам расскажу, почему 3. Итак, потом дальше я нашел такие две втулочки. Можно и без втулок. Это вообще не принципиально. Ну, втулки просто держат, получается, вот провод, который тут намотанный на катушку. Вот так вставил. Две такие втулочки. Намотал вот тут. У меня была бумага, пришпан. Если нет этой бумаги, можно намотать обычную бумагу и сверху изолентой. Изолентой лучше не мотать на металл, потому что катушка будет греться. Изолента может чуть-чуть, ну, как бы повестись, там, поплавиться. Дальше. Вот есть такая заготовочка. Вот так вставили чуть-чуть. Тут дальше я вот, можно холодной сваркой так для лучшей фиксации это все сделать. Вот на эту заготовку я намотал катушку. Катушку я мотал до заполнения. Я не считал ни витков, сколько там витков, ничего. Использовал я вот такой провод. Провод медный, лакированный, толщиною 0,8. Итак, один конец припаиваем к гибкому, такому многожильному проводу. Приблизительная длина полметра. Другая часть. Вот тут к проводу припаян вот такой многожильный провод. С одной стороны. Припаян, заизолирован. То есть, там надо хорошо заизолировать, лучше, чтобы там все было нормально. Другая часть припаяна к колодке. Колодка вот такая для соединения проводов. Латунная. Припаяли этот, получается, многожильный провод к колодке. Дальше. Внутри ходит шток. Шток я сделал из обычного гвоздя. 3 мм. Наружный диаметр. И потому получается внутри 3, и тут наружные 3. И получается, бокового шну. Очень маленький такой шат. Это мне дало что? Внутри у меня нету пружинки никакой. Ну, как бы там можно поставить. Тут приблизительно шток вот где-то заходит вот так. То есть, тут где-то полтора сантиметра остается. Можно поставить пружинку. Я не ставил. У меня вместо пружинки работает вот этот провод. То есть, получается, он как бы пружинит. Вот видно даже. Все. И собрали. Ну, этот шток надо хорошо зачистить, чтобы он там ходил плавно. Как бы не было там каких-никаких там задиров на нем и ничего. Ни ржавчины. Все. На шток прикручиваем эту колодку. С другой стороны прикручиваем эта игла от швейных машинок. Можно, ну, конечно, лучше бы найти вольфрамовый электрод. Кусочек. Заточить его. И пользоваться им можно очень долго, практически вечно. Итак, допустим, нам надо написать что-то. Плюс подключаем на заготовочку. Дальше. А я забыл. Вот эта палочка вставлена просто так. Там она вообще роли никакой не играет. Можно вытянуть ее. Можно, конечно, и сделать так, чтобы, как бы, нажать туда. Шток чуть-чуть выйдет, оно будет чуть-чуть пожестче. Ну, не знаю. Мне, как бы, и так хватает. Оно все красиво работает. Так вот. Например, нам надо что-то написать. Там еще такая суть. Надо держать, как бы, дугу, как в сварочном аппарате. Кто варил когда-то электродом, тот знает. Как бы, результатом я доволен, мне хватает. Вот, например, нам надо сделать метку на вараганщике. Допустим, нота ми. Такой электрокарандаш. Спасибо за просмотр. Всего доброго.